Здравствуйте! Меня зовут Елена Сергеевна Пустовая. Я преподаватель истории. Тема сегодняшнего занятия – Древний Китай. Древнее китайское государство располагается на территории Азии. Там протекали две крупнейшие реки – Хуанхэ и Янцзи. Река Хуанхэ еще с древности получила название «Блуждающая река» – «Река тысячи бедствий». Эта река выходила из берегов, затопляла огромные территории, принося людям многочисленные страдания. Но несмотря на это, люди покоряли территории, обустраивали земли, и уже в третьих-вторых тысячелетиях на территории Китая возникают поселения и образуются мелкие государства. В результате борьбы между мелкими китайскими государствами во II тысячелетии до н.э. в Китае образуется государство Шан. Но затем на него нападает соседнее племя Джоу, покоряет его и захватывает еще большую территорию. Новое государство Джоу, которое образуется на территории Древнего Китая, занимает огромные размеры. Благодаря своим размерам оно получило название «Поднебесное». Государство Джоу в результате многочисленных войн распадается на части. В VII и V века на территории Древнего Китая образуются многочисленные государства, которые выясняют между собой отношения. Этот период вошел в историю под названием «множество государств». В V и III века до н.э. в Китае происходит борьба. Этот период вошел в историю под названием «борющихся царств». В III веке до н.э. территория Китая была объединена единым императором, который присвоил себе имя Цинь-Ши-Хуанди. Цинь-Ши-Хуанди переводится как «первый властитель династии Цинь». Цинь-Ши-Хуанди был весьма строгим императором, но благодаря его действиям в Китае устанавливается порядок. Он разделил территорию государства на 36 областей. При его правлении начинается постройка знаменитой Великой Китайской стены. Стена была построена для защиты против гуннов – кочевники, которые беспрерывно нападали и опустошали территорию Китая. Постройка Великой Китайской стены явилась для народа настоящим бедствием. Семьи переживали, когда рождался мальчик, потому что неизменно забирали на постройку Великой Китайской стены, и многие погибали там. Также в правлении Цинь-Ши-Хуанди была построена знаменитая гробница. Цинь-Ши-Хуанди приказал построить для себя гробницу еще при своей жизни. Ее строили 37 лет. В гробнице сделаны из глины в натуральную величину 6 тысяч керамических воинов. Каждый из этих воинов одет в свою одежду. Каждый стоит с оружием, готовый и на том свете защищать своего императора. Но правление династии Цинь также не принесло спокойствия Китая. В 206 году до н.э. на территории Китая поднимается восстание под руководством Лю Бана. К власти приходит новая династия Хань. Расцветы Китайской империи в династии Хань достигает в правлении императора Уди. Эта империя Хань просуществовала до III века уже н.э. В III веке империя Хань распадается на три части – Вэй, Шу, У. В империи Хань также были восстания. Одно из них, крупнейшее восстание – это восстание краснобровых и восстание людей в желтых повязках. Однако эти восстания были подавлены. На территории древнего Китая были созданы многочисленные изобретения, которыми мы пользуемся до сих пор. Одно из таких изобретений – это компас. В древнем Китае он был весьма своеобразный. Он представлял из себя ложку магнитную, которая обустраивалась на циферблат, и показывала она на юг. Также в древнем Китае был изобретен сейсмограф. Он предсказывал землетрясение, причем с достаточно хорошей точностью. Жители древнего Китая занимались земледелием и скотоводством. К наиболее известным культурам относился рис. Выращивание риса являлось нелегким делом, но благодаря упорному труду люди получали хорошие урожаи. Также в древнем Китае люди научились выращивать чай, и благодаря китайцам этот напиток распространился по всему миру. В древнем Китае уже научились производить шелк. Выращивая тутовые шелкопряды, китайцы получали великолепные ткани, секрет которой они не раскрывали на протяжении многих столетий. В производстве шелка есть древняя легенда. Во втором тысячелетии до н.э. одна китайская императрица пила чай. И вот во время ее чайной церемонии ей в чашку горячего чая с дерева упала гусеница. Императрица заинтересовалась тонкими длинными ноготками, она поддела и стала тянуть за гусеничный кокон, и потянулась ниточка. Так, по древней легенде, китайцы изобрели шелк. Следующая тема нашего занятия – Древняя Индия. Древнеиндийское государство располагалось на полуострове Индостан. Там протекают две крупнейшие реки Инд и Ганг. Полуостров Индостан изобилует пышными тропическими лесами, и людям приходилось прилагать значительные усилия для того, чтобы выжить в таких условиях. Несмотря на это, в третьем тысячелетии до н.э. на территории полуострова Индостан образуются два крупнейших города – Махенджадаро и Хараппа. Жители Махенджадаро и Хараппа были искусными ремесленниками, кузнецами, ткачами. Это были великолепные города, в которых были обустроенные дома, широкие улицы, постройки уже были из обожженного кирпича. Но в XVIII веке до н.э. происходит ряд природных катастроф, происходят засухи, и города Махенджадаро и Хараппа приходят в упадок. В 1500 году до н.э. на территорию Древней Индии вторгаются кочевые племена ариев и разрушают города Махенджадаро и Хараппа. Больше эти города не возрождались, и по сей день на территории индийских джунглей можно увидеть развалины этих старинных городов. Жители Древней Индии поклонялись многочисленным богам. Наиболее известными богами является бог Ганеша. Это был бог мудрости, он изображался в виде человека с головой слона. Также почитаемым богом был бог Индра, это бог грозы и молнии. Люди считали, что благодаря их молитвам бог посылает им дождь. Древние индийцы уважительно относились ко многим животным, и особо почитаемым животным была корова. Это считалось священное животное, которое ни в коем случае нельзя было употреблять в пищу. Уже в Древней Индии жители разделились на ряд групп по занятиям. Древние индийцы верили, что они ведут свое происхождение от бога Брахмы. По их представлениям, бог Брахма создал людей из частей своего тела. Так из своих уст он создал жрецов – брахманов. Из рук он создал кшатри – воинов. Из бедер были созданы вайшья – ремесленники и торговцы. И из ступней были созданы шудры – это слуги и рабы. Были также в индийском обществе особая группа людей – это неприкасаемые. Этим людям запрещалось входить в город, с ним запрещалось сидеть за одним столом, с ними запрещалось даже заводить иногда беседы. Каждый слой населения представлял из себя касту. По древнеиндийским традициям, каждая каста занимает особое положение в обществе, и они не должны были смешиваться. Представители одной касты должны были жениться или выходить замуж только за представителей своей касты. Дети могли заниматься только тем, чем занимались их родители. Переход из одной касты в другую категорически запрещался. В VII веке до н.э. на территории Индии образуются многочисленные государства. Наиболее известными из них являются это Магадха, Кашала, Маула. Эти государства постоянно возивали между собой, и единства у них не было. В IV веке до н.э. на территорию Индии вторгается известный крупнейший завоеватель Александр Македонский. Придя на эту территорию в 327 году, Александр захватывает многочисленные земли, захватывает территорию с севера Индии, доходит до долины Пенджаба, сражается на территориях Инда, но в конце концов войско его, уставшие от сражений, просят вернуться обратно домой. И в 325 году Александр Македонский оставляет Индию и уходит. После смерти Александра Македонского в 323 году начинается борьба против его воинов. И в 318 году до н.э. остатки войск Александра Македонского были окончательно изгнаны из территории Индии. Борьбу против индийских войск возглавил знаменитый полководец Чандрагупта. Он является основателем нового государства Маурьев. Это государство достигает расцвета при правителе Ашоки в III веке до н.э. Древние индийцы достигли большого успеха в развитии разных наук. У них была развита астрономия, математика, медицина. Они также составили свой календарь, как и другие древние народы. Календарь древних индийских народов составляет 360 дней. Древние индийские народы изобрели те цифры, которыми мы пользуемся сейчас. Эти цифры от древних индийцев переняли арабы. От арабов они попали уже в Европу, и поэтому мы их называем арабскими. Но всё-таки их изобрели в Древней Индии. Также в Древней Индии мы обязаны появлением такой игры, как шахматы. В Древней Индии она называлась «четыре рода войск». Это была очень сложная игра, которая позволяла полководцам совершенствовать свои навыки в подготовке битвы. Также в Древней Индии выращивали многочисленные культуры, выращивали хлопок, выращивали сахарный тростник. И именно древние индийцы стали производить сахар. Литературный язык древних индийцев назывался санскрит. На этом литературном языке написаны такие произведения, как Махабхарата и Рамаяна. В VI веке до н.э. на территории Древней Индии зарождается одна из древнейших и крупнейших религий – это буддизм. В данное время буддизм является крупнейшей мировой религией. Легенда о возникновении буддизма такова. У одного богатого Раджи был очень любимый сын. Звали его Сидхартха Гаутама. Мальчик рос в идеальных условиях. Ему все позволялось, у него все было. Так в беззаботности он прожил до 20 лет. И только когда он вырос, он попал за пределы того дворца, в котором он жил. Он увидел, что по дороге идет похоронная процессия. Он увидел немощного старика, увидел больных людей. И он был в шоке. Он спросил, почему вы такие, почему вы так выглядите. Они сказали ему, что весь мир такой, что люди страдают, полеют, умирают. И он понял, что он до этого времени даже не знал настоящей жизни. Он оставляет свой великолепный дворец. Он оставляет свой дом. Он идет, бродит по городам, по селам. И в конце концов, однажды, когда он уснул под деревом, на него снизошло просветление. Будда в переводе с санскрита означает «просветленный». Его учение выражается в фразе «Весь мир есть страдания. Чтобы избавиться от страданий, нужно избавиться от желаний». Будда учил, что человек болеет, страдает, мучается, потому что он слишком много хочет. Будда учил тому, что человек должен ограничивать свои желания. И тогда, по его представлениям, наступит мир. Древнеиндийская религия буддизм являлась религией без богов. Будда не проповедовал веру ни в одного бога. Но когда Будда умер, для своих последователей он сам стал богом. И сейчас в буддийских храмах мы можем увидеть прекрасные статуи и изображения Будды, который сидит на цветке лотоса и всем своим видом олицетворяет умиротворение и надежду на спасение человечества. На сегодня все. Наша тема закончилась. Увидимся на следующем занятии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok